МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Архангельской области построен первый ангар для подразделений единого лесопожарного центра. Появился он в Двенском-Березнике Виноградовского округа. Средства выделило правительство региона. Все для того, чтобы обеспечить сохранность спецтехники, поступающей по нацпроекту «Экология». Металлоконструкция собрана из материалов российского производства. Высота 5 метров, ширина 10, а длина ангара 25 метров. Сооружение способно разместить в себе до 10 единиц техники. Оборудовано пожарной сигнализацией и освещением. Важность огромная. Сами представьте, с 2012 года, когда был создан единый лесопожарный центр, вся эта техника лесопожарная, она находилась под открытым небом, находилась на улице. Буквально три недели назад был принят в эксплуатацию вот этот ангар, размер его 10 на 25, и лесопожарная техника была поставлена под крышу. То есть сейчас можно где-то и ремонтировать его технику, можно снимать какие-то агрегаты, запчасти и прочее. Уже не под открытым небом, а уже сверху есть крыша. За три года работы национального проекта «Экология» для Березняковского подразделения было приобретено 8 единиц техники. Малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗа, лесопожарный трактор, вахтовый автобус, прицеп, лодка и катер. В дополнение в этом году поступил грузовой автомобиль на базе «Газсадко» с крановой манипуляторной установкой. То есть, если мы колесную технику позволяют в бокс поставить, то гусеничную технику, ну, не было мест для этого. Значит, мы совместно с Министерством природных ресурсов Архангельской области вышли с проблемой. На правительство Архангельской области о необходимости строительства ангаров нам выделили порядка 17 миллионов для строительства первых трех ангаров. Сегодня на вооружение специалистов подразделение 44 единицы лесопожарной техники, которая уже в этом сезоне была задействована на доставке сил и средств в места возникновения лесных пожаров. И, конечно, возведение подобных ангаров создает принципиально новые условия для работы. В этом году мы строим три ангара на территории региона. Это Березняковское подразделение Единого лесопожарного центра, где мы сейчас находимся. Также такой ангар будет в Анеге и в Архангельске. На данный момент у нас укуплектованность лесопожарного центра составляет более 90%. В принципе, данную работу мы продолжаем ежегодно и будем продолжать. Уже в следующем году планируется строительство еще трех новых ангаров в Карпогорском, Плесецком и Онежском подразделениях Единого лесопожарного центра. Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29. Счастье быть вместе. Одноименный форум вновь собрал родителей из разных уголков региона. Семьи получили возможность поучаствовать в мастер-классах с педагогами и психологами, вместе с детьми провести день в образовательных играх. И все без исключения аплодировали 22 многодетным северянкам, что в этом году удостоены знака отличия материнская слава. Чтобы поделиться опытом воспитания и услышать советы от ведущих специалистов здравоохранения и образования, в Архангельск приехало более 200 родителей из разных городов Архангельской области. В рамках нашего торжественного мероприятия мы наградим отцов, победителей областного конкурса «Отец. Ответственная должность». Мы наградим многодетных матерей, которым присвоено звание, знак отличия, материнская слава. И наградим семьи, которые участвовали во всероссийском конкурсе «Лучшая семья года». Региональный форум «Счастье быть вместе» стал площадкой, где родители с детьми не только участники, но и спикеры наравне с образовательными организациями. Для семьи состоялись мастер-классы разной тематики. Детская речь, мелкая моторика, развитие внимания и памяти, потенциал каждого ребёнка. Продуктивная деятельность – это один из методов работы с детьми с металлями нарушениями, который приносит не только пользу на занятиях по начальному делу, по деревообработке, по скрабукингу. Отрабатываются очень много задач коррекционных, развивающих, но и приносит удовольствие. Региональный форум «Счастье быть вместе» направлен на укрепление института семьи и ответственное родительство. В нашем календаре появляется всё больше и больше очень правильных, очень важных праздников. День отца, день матери, день семьи, любви и верности. Вы знаете, этих дней не может быть много. Это каждый раз возможность сказать спасибо, сказать слова благодарности, низко попоклониться тем людям, благодаря которым мы появились на свет. Благодарности семье Анучиных, которая стала победителем фестиваля семейных реликвий «Хранимое в сердце». Забережное отношение к родословной семье. Есть такие интересные серии значков, и такие отдельные, уникальные. В общем, очень интересно, дети её очень любят смотреть. И вторая реликвия, которую представили на конкурсе, это фоксимелея про прадеда мужа. Мой прадед был неграмотный человек, и когда приходилось расписываться, ну или ставить свою подпись, он ставил вместо подписи этот штампель. Главным событием стало награждение знаком отличия материнская слава. В этом году 22 многодетные мамы удостоены этой высокой награды. Сохранение традиционных семейных ценностей, улучшение условий и повышение качества жизни семей, это абсолютный приоритет в работе властей всех уровней и всех направлений. Более того, можно сказать, что в России это направление находится, наверное, под личным патронатом, патронажем нашего президента, о чём он не раз говорит, о том, что сохранение семейных ценностей есть тот фундамент, на котором мы можем развиваться и идти вдаль и строить действительно здоровое, полноценное общество. Знаком отличия материнская слава женщины награждаются ежегодно, и что немаловажно, с выплатой единовременного денежного вознаграждения. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Регион 29. Условия максимально приближённые к реальным. Военно-медицинская игра, посвящённая памяти хирурга Николая Пирогова, объединила 17 команд региона. Это более 120 представителей военно-патриотических клубов, учащихся школ, колледжей и техникумов. Шестой год подряд ребята со всего региона соревнуются за звание лучших в военной медицине. Участники – ученики старших классов и студенты техникумов. Впервые площадкой для проведения областной игры, посвящённой основателю военной полевой хирургии, Николаю Ивановичу Пирогову, стала Уимская школа. Из года в год интерес к игре только растёт. Так, в прошлом году для участия в игре заявилось 13 команд, а в этом году заявилось 17 команд из 8 муниципальных образований нашей области. Всего в мероприятии участвовало более 120 ребят. Они показывали свои знания и умения в физическую подготовку. Среди этапов разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжения магазина, этапы по медицинской и физической подготовке, а также стрельба из пневматической винтовки и эстафета. В этом году задачу усложнили. Добавилось ещё два этапа – тест на умение оказать первую помощь и даже знание аптечки. На мой взгляд, самой запоминающейся была последняя эстафета, когда вы всей командой погрузились в какие-то испытания, можно так сказать. Ну, как по мне, тоже этап с медициной, но с дополнением теоретической части, ну и практики, которые мы проходили в самом начале. Мы практиковали медицинские свои способности. Кто-то надевал противогаз, кто-то завязывал жгут. В игре ребят оценивали не только по знаниям и умениям в области медицины, но и смотрели на физическую подготовку. Такие соревнования направлены на сплочение команд и учат работать сообща. Были где-то такие ямы, камни подводные, в которые мы запинались вместе, читали ошибки. Вообще, самые сложные были не все этапы, а это командная игра, конечно. То есть вся команда переживает за одного человека, и так постоянно, на каждом этапе. Даже если кто-то делает ошибку, мы на него не ругаемся, мы говорим, типа, вот, учти, и в следующий раз делай еще лучше. Лучшими среди школьников стала команда «Барс» из Няндамского округа. Второе место у Архангельского ордена. На третьем – «Феникс» из Холмогорского округа. Среди студентов первыми стала медицинская дружина из Архангельска. На втором месте – «Кит» из Каргопольского округа. И на третьем – Александр Дневский из Уймы. Лидия Папуш, Виолетта Копылова, Ульга Красулина, Кирилл Смирнов. Регион 29. Ждем очередной домашний матч «Водника». Во вторник «Желко-зеленые» сыграют с кемеровским «Кузбассом». Лучшие места для поклонников хоккея с мячом, как всегда, подготовил канал «Регион 29». Трансляцию игры с командой «Кузбасс» в рамках чемпионата страны начнем в 18 часов 50 минут. Болельщики смогут наблюдать за происходящим на поле, включив 21-ю кнопку в кабельной сети. Либо зайдя на сайт информагентства «Регион 29» в раздел «ТВ», а также в группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. На этом пока все. Итоги дня подведем в 19 часов ровно. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова